приветствуем вас на канале раиса греченко дача сад огород цветы практически уже начался посевной сезон для многих опытных тепличников они сеют семена на рассаду в январе массовый же посев начнется в феврале и в марте мы уже подготовили агрогороскопы посевов семян почти всех овощных культур на рассаду феврале 2022 года но в комментариях сообщениях чаще всего от новичков последнюю неделю стали появляться вопросы о выращивании овощей но особо много вопросов касается помидоров поэтому сегодня уделим пристальное внимание любимцам огородников дачников садоводов тепличников а именно томата тему этого видео мы обозначили так что учитывать при выборе семян помидоров при покупке семян при заказе семян помидоров и первый блок вопросов касается страшного слова гибриды страшного я беру в кавычках уж кто как не старался не упражнялся в этой теме рисуя негативные картины получения плодов от гибридных семян этого предостаточно почему всегда делается акцент на нехорошей стороне на плохости гибридов семеноводческих компаний дальней заграницы именно почему-то дальняя заграница всегда в этих как раз рассказах фигурирует за годы выращивания томатов гибридов мы использовали семена разных семеноводческих предприятий начиная с 1996 года после неудачи со старыми сортовыми томатами мы для теплицы купили семена гибридного томата президент эта фирма сименис он настолько был вкусен и урожаем что после этого томата мы не захотели возвращаться к старым сортам потом были низкорослые этой же фирмы sunstar и sunrise которые поразили своим вкусом и урожайностью мы выращивали томаты не только из семян дальнего зарубежья но и томаты российской компании гавриш а также некоторые в основном это капуста наши отечественные капусты тоже очень хорошие работают в этом плане наши селекционеры и были хорошие гибриды а вот селекционеры гавриша преуспели в создании новых гибридов и сортов и не отстают в этом деле от заграничных коллег и молодцы сейчас на рынок семян выходят новые семеноводческие предприятия преуспели в создании новинок гибридов разных овощных культур и южнокорейские селекционеры а теперь скажу то что так не понравится сочинителям различных страшилов давайте вместе поразмышляем вслух творец создатель всевысущего на земле и в космосе во вселенной это все единый создатель первотворец и он разделил себя на множество частичек и наш мир это все есть создатель все его частички все абсолютно и эти частички состоят из чистейшей божественной любви если в космосе во вселенной на земле что-то не божественное у бога есть руки на земле и эти руки сыновей и дочерей творца это человечество бог первотворец первосоздатель это постоянное развитие это эволюция это новые и новые объекты и субъекты для того чтобы человек мог развиваться учиться испытывать создавать через нас первотворец продолжает себя познавать находить и создавать что-то новое что-то лучшее вот и с помидорами так точно обстоят обстоят дела в восьмидесятые девяностые годы мы выращивали всегда не менее пары сотен рассадных растений помидоров собирая в конечном счете за сезон где-то это самое больше по 3-4 килограмма томатов с куста а иногда и меньше из-за губительных осадков в начале августа и даже в июле были такие осадки были несколько лет когда растения помидоров старых сортов просто полностью погибали от фитофторы но на рынке в те годы я свидетель и свидетель александр федорович мы тогда прошли через эти ситуации вот тогда в те рынки в те годы на рынке стояли большущие очереди у машин из различных предприятий и покупали дорогостоящие сливки но это были так называемые промышленные томаты семена которых вот некоторые смельчаки агрономы в те годы агрономы совхоза у нас были специализированные совхозы по выращиванию томатов вот они покупали эти новинки и высаживали на полях сельхоз предприятий и высаживали для того чтобы отправлять потом на томатную пасту но они даже не отправляли вот эти томаты сливки на переработку потому что они получали солидные прибыли просто продавая томаты сливку то что выращивается за границей на томатную пасту но вот такая ситуация и эти помидоры выстаивали почему-то они не погибали после дождей хотя в это время абсолютно все погибло от фитофторы кстати ситуация с выращиванием старых сортовых помидоров и не изменилась снова многие высаживают эти растения вкладывают силы средства а после июльских или августовских осадков помидорные кусты горят горят беру в кавычки потому что они болеют аспоры грибковых заболеваний и списывается проблема просто на химические кислотные типа дожди да не без этого но они то погибают от спора грибковых заболеваний имея опыт выращивания томатов более 30 лет мы можем сказать с уверенностью что нам подходят гибриды томатов селекционеры тратят на создание новых гибридов и сортов десятилетия имея для этого солидную базу и возможности и техника у них есть и образование специальное селекция ведется в различных регионах максимально приближенных к зонам внедрения сорта или гибрида кстати и семена обрабатываются специальными препаратами удобрениями и не нужны нам замачивания обработки этих семян все сделано чтобы тот кто выращивает томаты или другие овощи больше времени уделял себе своей семье другим делам а также обучение что селекционерам всех стран мира наш низкий поклон они выполняют очень важную задачу это задача звучит так создать урожайные сорта и гибриды для того чтобы сами растения выполняли свою божественную задачу и человек выполнил свои обязанности перед юными душами которые приходят в нашу жизнь в виде различных растений напоминаю что все есть в этом мире частицы бога и все проходит развитие разные просто души ну а вот благодаря человеку эти души становятся во-первых жизнеспособными и выполнять свою важную задачу с гибридами новыми сортами мы разобрались в этом мире бог творец играет через нас и множество новых созданий рождается через руки человека и естественно вот эти создания растения новые растения гибриды сорта это и есть новые творения через человека поэтому мыслим позитивно и действуем созидательно и все что в наших руках попадает в таком состоянии приносит позитивные результаты а теперь ответим на вопросы наших подписчиков участников групп социальных сетей что же мы учитываем при выборе из множества семян помидоров при покупке вот такую таблицу мы составили здесь пять пунктов мы их разместили друг за дружкой это правило линейности нашей реальности но вернее их все таки вместе разместить в одной сфере потому что все составляющие важны абсолютно одинаково давайте рассмотрим все эти пункты на первом месте мы записали помидоры устойчивость к температурным перепадам изменение климата изменение качества почвы и ее температурных характеристик вперед перехода из эпохи рыбы в эпоху водолей это серьезная проблема и очень сложная задача и не имеет значения где выращивается помидор то ли в теплице или в открытом грунте корни в холодной почве страдают от множества спор корневых гнилей растения а вернее корни в холодной почве погибают они не могут питаться и от холода естественно никакого развития нет есть еще одна проблема в этом вопросе до полного перехода земли в эпоху водолей будут продолжаться вот эти температурные качели старые сорта не выдерживают этих новых климатических условий поэтому селекционеры в последнее десятилетие создают новые сорта и гибриды которые устойчивы к снижению температур хорошо формирует завязи в холодных условиях вот когда весной вот такие бывают перепады сначала тепло потом вот резко холодно кроме холодов весной нынче растения томатов летом ожидают новые испытания это знойная жара и уже есть новые достижения селекционеров в создании сортов и гибридов томатов которые опыляются при температуре плюс 35 градусов представляете я нашла вот такую информацию и мнение некоторых людей которые уже выращивают эти гибриды я их назову сейчас прошли испытания высокими температурами низкорослые гибриды верлиока плюс рамзес портленд гаспачо а также высокорослые индетерминантные томаты гибриды фантомас вавилон алькасар челбас есть и другие но вот то что мне наш удалось найти пока мы из этих новинок ничего не испытывали нам нравится то что к чему мы уже привыкли несколько лет нравится гибриды белфорд также гибриды фэндо и мэйшуай которые нормально проходят вегетацию в нашей неотапливаемой теплице и испытание климата проходят вот эти названные томаты нормально второй пункт очень важный момент при выборе гибрида или сорта это устойчивость к различным грибковым заболеваниям и некоторым вирусным заболеваниям даже изобилие химических фунгицидов не дает стопроцентной защиты томатов от болезней да и на химичные плоды принимать в пищу это же прямое отравление своего тела это отрава для почвы а также для почвенных вод мы выбираем томаты которые имеют устойчивость вот к таким заболеваниям это заболевание вирус табачной мозаики вертициллиозное увядание фузариоз нематоды кладоспариоз альтернариоз вирус пятнистого увядания бактериальная пятнистость есть и другие различные заболевания но вот всегда слежу чтобы в первую очередь это у нас была устойчивость против кладоспариоза альтернариоза вертициллиозному увяданию а также вирусу табачной мозаики конечно же очень хорошо когда устойчивость от фузариоза вот это очень важно учитывать при выборе определенного гибрида или сорта создатели новинок всегда в описании сорта или гибрида указывают определенную устойчивость к различным заболеваниям и к некоторым вирусам это очень важно так что изучайте при покупке в интернете много такой информации на пакетиках могут и не написать а так как у нас продают в магазинах расфасованные семена открывают профессиональный пакет и по маленьким пакетикам фасуют то естественно там информации нет узнавайте название то что у вас продается и изучайте с помощью интернета пункт номер три при выборе томата это для нас его урожайность все новинки обязательно характеризуются определенной урожайностью эта информация есть в описании каждого сорта или гибрида и мы точно знаем что индетерминантные высокорослые помидоры должны быть ранними или средне ранними чтобы вступили как можно раньше в плодоношении и завязывали плоды до самых холодов например в 2020 году томатный гибрид belfort семена которых мы посеяли на рассаду в феврале за весь срок вегетации выдал от 13 до 15 килограммов мы несколько томата выделяем и когда собираем плоды записываю себе и знаем вот сколько у нас дают вот эти томаты с куста а вот в 2021 году посевы провели в марте все основные вот посевы были и они дали урожай на 3-4 килограмма меньше с каждого куста поэтому посевы семян на рассаду снова будем проводить в феврале 2022 года четвертый пункт связан со вкусовыми качествами да многие промышленные сорта гибриды жесткие и не такие вкусные как старые сорта ну типа волгоградских то что все помнят эти томаты создавались для переработки на томатную пасту и в них заложено большое количество заложено это качество которое называется количество сухих веществ поэтому вот эти томаты хоть бросай в дорогу они будут целыми и не будут портиться здесь большое количество сухих веществ но если правильно их выращивать они тоже будут вкусные почему потому что мы вот знаем уже на примере которым я вам рассказывала в этих хозяйствах где выращивали тогда сливку кусты были зеленые прекрасно а те обычные старые сорта все погибли от дождя даже при обработке фангицидами эти же томаты были зеленые но им выдавалось все четко по технологии все нужные микро и макроэлементы и они тоже были вкусными рассыпчатыми сейчас есть много томатов с отличными вкусовыми качествами но чтобы их получить нужно позаботиться о полноценном питании растений а полноценное питание это все нужные макро и микроэлементы в разные периоды вегетации наша почва сильно истощена и продолжать трудиться над питанием растений ей просто неоткуда и вот эти рассказы что трава травой вот эти помидоры которые мы выращиваем у нас они получаются очень вкусными рассыпчатыми сладкими потому что мы выдерживаем всю технологию и стараемся создавать оптимальные условия для того чтобы растение развивалось и плодоносило а по старинке посадил собрал урожай уже такого никогда не будет также важно ответить такой показатель это сроки созревания с момента всхода мы выбираем ранее или средне ранее сорта или гибриды поздние гибриды созревают только в конце лета у нас даже на юге даже для нас южан это не подходит впрочем и огородники средней полосы северных регионов стараются вырастить тоже ранее сорта или гибриды помидоров чтобы как можно в более длинный период лета получать витамины и плоды для питания своих семей пожалуй все это все вот эти характеристики растений помидоров которые мы учитываем при выборе для выращивания в своей теплице кто-то мне возмущается пишет что нету теплицы и как теперь быть мыслите позитивно думайте позитивно и то что вы хотите вы обязательно реализуете если вы говорите себе нет значит у вас никогда и ничего не будет снова же наши мысли материальные назовем еще раз вот те составляющие о чем мы сегодня говорили когда мы идем в магазин или мы уже определились с сортом или гибридом мы учитываем обязательно вот такие важные составляющие это устойчивость к температурным перепадам устойчивость к заболеваниям хорошая урожайность вкусовые качества и срок вегетации это ранние или средне ранние сорта или гибриды наше сегодняшнее видео подошло к завершению мы ответили на актуальные вопросы которые поступают в последнее время к нам о семенах помидоров если еще вопросы есть мы пожалуйста ждем от вас эти вопросы в комментариях в личных сообщениях и будем дальше их разбирать ну а мы авторы канала раиса горяченко и александр волик желаем крепкого здоровья вам и вашим родным и близким удачного посевного сезона хороших дружных всходов и урожайного 2022 года до новых встреч на нашем канале в новых видео пока пока